Народ, всем привет! Сегодня предлагаю рассмотреть недорогой твердотельный SSD накопитель DIGMA RUN S9. В этом видео наша главная задача понять из чего он состоит, какой тут используется чип памяти, какой тут стоит контроллер, ну и проверить самое главное, а соответствует ли он заявленным скоростям производителя. Так что, друзья, не будем тянуть, присаживайтесь поудобнее и погнали! Твердотельный накопитель DIGMA RUN S9 это классический 2,5 дюймовый ноутбучный размер, имеющий интерфейс SATA 3. Установить вы можете его как в ноутбук, так и в обычный стационарный компьютер, главное, чтобы у вас были разъемы SATA 3. Об этом можно узнать в спецификации вашей материнской платы или же в характеристиках своего ноутбука. К SATA 2 тоже подойдет, но там скорости будут в два раза ниже. На упаковке мы можем сразу заметить такую важную информацию, как заявленная скорость данного накопителя. Значит, тут мы имеем максимальную скорость чтения 530 МБ в секунду и максимальную скорость записи 495 МБ в секунду, что является неплохим результатом. Для таких форматов накопителей это весьма неплохие показатели, но позже я сделаю некоторые тесты и проверим, так ли это на самом деле. На задней стороне накопителя и по бокам у нас имеются отверстия для болтиков. В комплект они у нас, конечно, не входят, но найти их не так сложно, особенно если вы только начали собирать свою сборочку, так как они у вас будут поставляться вместе с корпусом. Ну а сейчас, друзья, давайте перейдем к установке данного накопителя и к последующим тестам. Кстати, если вы думали, что при выборе SSD накопителя самое главное, на что нужно обращать внимание, это на производителя, то вы глубоко ошибались. Да, безусловно, есть некоторые бренды, которые вы можете брать прямо с закрытыми глазами и они вам 100% гарантированно дадут хорошие качественные чипы памяти и все ваши скорости будут соответствовать заявленным. Но такие SSD накопители стоят намного дороже. Но бывает и такое, что вы можете купить дорогой SSD накопитель от известного производителя, а он окажется не очень надежным, да и скорость не всегда может совпадать с заявленной. Поэтому, друзья, чтобы такого не произошло, всегда в первую очередь обращайте внимание на то, какой чип памяти и какой контроллер установлен в этом SSD накопителе. Если что, обо всем этом можно посмотреть информацию в интернете. В данном накопителе используется чип памяти TLC 3D NAND, а также стоит достаточно известный контроллер Silicon Motion SM2259XT, что является неплохим решением в мире SSD накопителей. После установки и форматирования диска у вас останется свободно примерно 970 гигабайт. Я сначала сделал с ним всякие разные тесты Windows 11, потом установил непосредственно на сам диск операционную систему Windows 10 и получил одинаковые и очень даже хорошие результаты. Накопитель, как видите, у нас не перегревается. Его средняя температура составляет 40 градусов. До меня этот накопитель никто не юзал, так как время его жизненной работы составляет всего лишь 3 часа. Это ровно то время, пока я его тестировал и делал установку необходимых мне программ. Ну и теперь, друзья, давайте перейдем к тестам и сравнениям. Для наглядности вот вам несколько примеров. Обычная USB флешка на 64 гигабайта через разъем USB 3.0 выдает максимальную скорость чтения 87 мегабайт в секунду и скорость записи 38 мегабайт в секунду. Тут есть, конечно, важная ремарка, все это будет зависеть непосредственно от самой флешки. Далее у меня, друзья, идет жесткий диск и тут я получил максимальную скорость чтения 130 мегабайт в секунду и максимальную скорость записи 118 мегабайт в секунду. Теперь берем наш SSD накопитель от компании DIGMA, подключаем его в разъем SATA 3 6 гигабайт и получаем скорость 547 мегабайт на чтение и 482 мегабайта на запись. В целом, как видите, все сходится. То, что там под запись вышло не 495 мегабайт, а 482 мегабайта в секунду, это на самом деле все небольшие погрешности, которые не настолько прям значимы. То есть, можно прогнать еще раз и увидеть другие результаты. Просто я, видать, уже замучил своими тестами данный накопитель, да и к тому же он уже заполнился больше, чем наполовину. Но когда накопитель был практически пустой, он выдавал скорости даже больше заявленных. Теперь такой накопитель можно использовать не только под систему и какие-то важные программы, но даже и под игры. Я вот, например, поставил сюда все, что мне интересно и нужно, и у меня осталось еще свободно примерно 430 гигабайт, что меня даже очень радует. Если кто из вас до сих пор еще использует в своих компукторах жесткий диск, то я вам настоятельно рекомендую перейти уже на SSD-шник, потому что вместе с ним вы получите из своего ПК самую настоящую ракету. У вас будет открываться и загружаться все намного быстрее, это не говоря уже про включение самого компьютера. Ну и плюсом, тут вы получаете 3 года основной гарантии на накопитель Digmaran S9, что в принципе тоже неплохо. В общем, народ, если кто-то из вас уже рассматривает для себя покупку недорогого SSD-накопителя, то Digmaran S9 я могу вам смело рекомендовать. Когда я говорю, что я что-то рекомендую, это означает, что я сам этим пользуюсь и всем рекомендую. Короче, друзья, если что, ссылочка на накопитель будет, как всегда, внизу в описании под роликом, можете перейти и более подробно с ним ознакомиться. Ну а на сегодня это все. Хочу вам сказать спасибо большое за то, что посмотрели это видео до конца. Если вам ролик понравился, то, как всегда, поддержите, пожалуйста, меня лайком, подписывайтесь на канал, кто до сих пор еще не подписан, также задавайте свои вопросы в комментариях, я по возможности отвечу. А, ну и да, кстати, не забывайте про мои соцсети. Вконтакте, Telegram, Яндекс.Зен, все к вашим услугам. Всем вам желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok